Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Совсем скоро уже долгожданный и волшебный праздник Новый год и у меня уже новогоднее настроение и я решила приготовить вот такой чудесный новогодний торт. На моем новогоднем торте, конечно же, стоит елка, украшенная игрушками, снеговичок и подарочки. Какой же Новый год без подарочек? Давайте посмотрим, как я готовила новогодний и волшебный торт. Поехали! Я приготовила торт «Молочная девочка». Он всю ночь пролежал в холодильнике. Теперь покрой его ганашем. Также диаметр моего торта это 22 сантиметра, а высота 7 сантиметров. Ганаш я сварила и остудила. Разровняем ганаш. Торт постоял в холодильнике и ганаш на нем застыл. Сейчас покрою торт белково-заварным кремом. Вот такой он у меня белый. Крем невероятно воздушный. Я думаю, его будет приятно распределять. Из белой мастики закатала вот такой шарик. Сейчас я закатаю такой же шарик. Из белой мастики, только побольше. Это будет туловище нашего снеговичка. Постараюсь без трещин. Закатала два белых шарика. Теперь на туловище снеговика прикрепим голову с помощью зубочистки. А зубочистку я смажу яичным белком. Это чтобы голова держалась тверже. Насадим голову и аккуратно в туловище снеговика. Вот. Это уже более похоже на снеговика. Теперь для нашего снеговика сделаем шапочку и шарфик. Для этого берем кусок белой мастики. Я хочу окрасить шапочку нашего снеговика в голубой цвет. Предварительно нужно надеть перчатки. Окрасим белую мастику в голубой цвет для шапочки нашего снеговика. Окрашивать белую мастику я буду на разделочной доске, обернутую в пленку. Это для того, чтобы не испачкать рабочую поверхность. Капельку краски. И начинаем окрашивать. Вот такой приятный голубой цвет у меня получился. Теперь немного отделю от него. Из этого мы будем лепить шапочку. А это для шарфика. Сейчас начнем лепить шапочку. Лепим шапочку вот таким образом. Вот такой треугольник у нас получился. Делаем в нем углубление. Вот такая шапочка у меня получилась. Шапочку надену на снеговичка. И вот так приглаживаю пальцами. Для того, чтобы наша шапочка твердо стояла на голове снеговичка. Теперь вылеплю шарфик для нашего снеговичка. Раскатаю кусочек мастики. И теперь ножом аккуратно вырежем одну полосочку. Самое время украсить шарфик. Я беру вот такой инструмент. Так, обозначу концы шарфика. И сделаем вот такой вот узор. С этой стороны тоже самое. Теперь вот таким образом я создаю рельеф для шарфа. Наш шарфик готов. Наденем его на снеговичка. Вот теперь у нашего снеговичка есть и шапка, и шарфик. Также я хочу сделать для шапки нашего снеговичка помпончик. Он будет желтого цвета. На шапочку я прикрепила помпончик, а также каемку. Из такого красивого, веселого, желтого цвета. Каемку я сделала точно так же, как шарфик. Теперь нашему снеговичку сделаем глаза, нос и улыбку. Сейчас я хочу сделать глаза. У меня не было черной краски, так что я решила взять коричневую. Но ничего страшного. Пусть у моего снеговика будут карие глаза. Окрашиваем мастику в перчатках, чтобы не испачкать себе руки. Обозначу глаза. Делаю углубления для глаз. Готово! Теперь в эти углубления я буду вставлять шарики из вот этой мастики. Катаем очень-очень маленькие шарики. После окрашивания мастика становится немножко липкой. Вот этот шарик вставляю в углубления. Вот такой носик я сделала для снеговичка. Теперь сделаем улыбку. Вот таким инструментом. Снеговичок готов! Теперь с помощью молда сделаем бантики для нашего торта. Использую этот молд. Наш бантик готов! Сделаем несколько таких же. Готово! Теперь сделаю бантики поменьше для наших подарочков. Вот такой бантик получился! Теперь все эти бантики я покрою кандурином. У меня сухой кандурин. Начинаем окрашивать. Придержу бантик пальцами. Вот и наш золотой бантичек. Все остальные банты покрываю кандурином точно так же. Оформляю подарочные коробки. Заранее из мастики я слепила такие квадратики. Теперь буду обертывать их вот такой ленточкой. Смажу ленточку яичным белком. И клею на коробочку. Ленточки приклеены. Также на подарочек клею бантик. Его тоже смажу яичным белком. Вот такой подарочек получился! Покрыла торт белково-заварным кремом. Теперь украшаю его. У меня здесь зеленый белково-заварной крем. Сейчас высужу из него гирлянду. Второй слой. И третий ряд. Готово! Также всю окружность торта высажу вот такой гирляндой. Вот такие гирлянды у меня получились. Теперь на вот этих стыках я буду прикреплять бантики. Еще один бантик. Теперь буду украшать верх торта. Я буду делать елочку из такого вафельного стаканчика. Его установлю тут. И сделаю иглы из зеленого крема. Высаживаю их точно таким же образом, как гирлянды. Вот такая елочка выросла на нашем торте. Давайте сейчас сюда посадим нашего снеговичка. Посажу его я вот сюда. Сиди, снеговичок. И чуть подальше от снеговичка я положу подарочки. Сразу же торт стал очень-очень новогодним. Ну а теперь самое интересное. Будем украшать елочку. У меня есть такие бусинки, которые сейчас я буду в качестве игрушек развешивать на елочке. Вот такими бусинками я буду украшать елочку. Положим розовую бусинку. И белую бусинку. На макушку елочки прикрепляю золотую звезду. Вот и готов наш торт. Получилось очень-очень красиво. Вот наш новогодний торт готов. Остался только последний штрих. Посыпем наш торт снегом. Снег у меня из кокосовой стружки. Мне мой торт очень понравился. Я его готовила от души. Он напоминает мне о предстоящем волшебном празднике, который совсем скоро наступит. Теперь попробуем мой торт на вкус. Ммм, торт получился воздушным и вкусным. Надеюсь, что моя идея оформления новогоднего торта вам понравилась. И вы что-то возьмете для себя. Готовьте с новогодним настроением. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!